Здравствуйте, меня зовут Сеал Пежемский, я руководитель археологического клуба и фотостудии. При нем мы рассказываем о таком необычном и достаточно редком, но все-таки используемом нами, фотоаппарате, который называется Sony GHX60. Вот такой вот маленький компакт с хорошим зумом. Сразу скажу, что основное его предназначение у нас два. Во-первых, когда нужно снимать через несколько камер, вот, например, интервью, нужно выставить две камеры, то проще взять какой-то дополнительный вот такой фотоаппарат, чем находить второй большой, дорогой, ставить на два. Ну, если бы у нас был второй большой, дорогой, то не было бы вопросов, а у нас нету, и поэтому снимаем вот этим. И видео с него достаточно хорошего качества, чтобы получилось получилось второе видео, которое можно подкладывать, менять точки съемки. Ну, вот можно даже сделать такой тест. Вот я сейчас просто сделаю видео. Вы увидите, что мы здесь не одни в археологическом клубе, здесь сидят ученики, я рассказываю им, не только вам. И вот я их тут снимаю, а потом это видео просто покажу вам. Оно достаточно неплохо собирается вместе с тем, которое мы сейчас делаем. Я их тут снимаю, а потом это видео просто покажу вам. Оно достаточно неплохо. Видео с этого фотоаппарата действительно мы часто используем именно для интервью с двух точек. Оно дополняет видео с основного фотоаппарата, где стоит микрофон. Мы, кстати, сегодня еще микрофон тестируем новый. Кроме этого, у него есть прекрасный зум. Зум 30-кратный оптический, но этим никого не напугаешь, потому что у 30-кратного зума множество компактов есть. Ничего особенного нет. Но вот вторая особенность этого фотоаппарата, это то, что он при маленьких размерах полностью скопирован с точки зрения процессоров и обработки кадра и управления фотоаппаратом с более старших моделей. И здесь есть очень хорошая цифровая обработка процессором уже того видео, которое он снимает с маленькой и, в общем-то, шумноватой темненькой матрицы. Эксмор R 20 мегапикселей сильно подозревает, что это что-то вроде того, что ставят в гоупрошечке. То есть вот примерно такая же камера, примерно такая же матрица. То есть сама по себе матрица не ахти, маленькая. У них есть модели с большими матрицами, но вот в данном случае здесь стоит маленькая. Так вот, благодаря процессорной обработке на камерном JPEG у него совершенно живой цифровой зум. В общем, цифровой зум – это такая штука, которой никто никогда не пользуется. Мало ли, если у вас когда-то был компактный фотоаппарат, первое, что обычно делали – это цифровой зум отключали, потому что никому не нужен. Он берет картинку большую, делает из нее выкопировку и увеличивает, что приводит к пикселизации, к большому количеству шумов, с кучей всяких артефактов этих JPEG, которые вообще невозможно использовать. Так вот, благодаря процессорной обработке здесь от 30 и дальше до 60 в общем-то рабочий зум. Естественно, что там лучше уже прибегать, хотя здесь есть оптическая стабилизация. Но лучше прибегать еще к дополнительной стабилизации, например, к штативу, да, при таких расстояниях зума. Но вот та картинка, которая получается, что фото, что видео, она получается, ну, рабочая, подходящая для последующих коррекций и выкладывания в интернет. То есть, ребят, ну вот маленький фотик, снимающий неплохое видео и нормальное фото, как обычное компактное, он снимает обычное фото, но при этом 60-кратный зум. 60-кратный. Это очень и очень круто. Ну и дополнительные плюшки. Здесь есть Wi-Fi, NFC, удобная передача в... Вы можете стукнуть вот так вот с телефоном и спокойно передастся фото и видео. Можно управлять с телефона аппаратом. Да, у него нет поворачивающегося экранчика, но вы можете себе кадрировать, да, кадр можете выставлять по телефону. Сюда скачиваются приложения. Даже, по-моему, скачивается приложение для самостоятельной склейки таймлапсов. То есть, его можно ставить на таймлапс и снимать на него таймлапсы, которые он потом сам собирает. Причем там офигенное приложение для таймлапсов. То есть, он снимает самое звездное небо и подбирает там закаты, восходы, еще что-то такое. Это офигенная тема. Правда, стоит 399 рублей. То есть, это вообще, конечно, безумие, когда ты скачиваешь приложение на телефон, на фотоаппарат. Не на телефон, я говорил, на фотоаппарат. За деньги. Это безумие, на мой взгляд. Приложение на фотоаппарат за деньги. Заходишь с Wi-Fi, его можно зайти в интернет. Кроме того, но при этом, вот самое интересное, что если там поставить таймлапс, то оно того совершенно стоит. Потому что это офигенное приложение, офигенная тема с таймлапсом. У него очень неплохой интеллектуальный режим. Вот если есть люди, которым вот ничего не надо, вот ничего, они ничего не хотят знать про этот фотоаппарат. Но при этом получают неплохие фотки. Вы выставляете интеллектуальный режим, который сам выбирает, в каком режиме снимать. Здесь есть такая классная штука, как многокадровое шумоподавление. То есть, если вы стабилизированно выставляете фотоаппарат, он делает несколько кадров, выбирает из него кусочки без шума, из нескольких кадров с разной экспозицией выставленной. И склеивает в один кадр. То есть, у вас получается картинка без шума. Хотя, ну, матрица шумная. И есть, например, еще, ну, естественно, что там есть HDR, который он тоже склеит сам. И есть вся экосистема Sony, которая присоединяется через Wi-Fi NFC, этот фотоаппарат. То есть, там и приложение, и система хранения. Да, ну, если вы снимаете, и у вас там Wi-Fi, вы можете прямо спокойно в свое хранилище скидывать с него фотки прямо вот так вот через аппарат, да. Вообще не прибегая к каким-то посредникам через роутер. Вот. Он будет уходить в ваше облачное хранилище. Как с телефона уходит в облачное хранилище. То есть, здесь, да, он снимает прекрасно панорамы. У него есть встроенная вспышка, но ей, естественно, у нас в студии запрещено пользоваться. И я даже не знаю, как она запускается. Я, честно говоря, даже не пользовался ни разу. Эть! Вот. Но, видите, ее нельзя отогнуть. Это плохая история. Ну, то есть, не то, что плохая, в принципе, мы не пользуемся. Но если вот ее можно пальчиком отогнуть и направить в потолок, то, в принципе, и можно пользоваться. Да, что не в лоб. Но никого не волнуй. У нас в клубе мы не пользуемся. Так что вот, если вам интересен, во-первых, ну, какой-то такой просто компактик, но с крутым зумом, то это вот выбор. Или вот у меня эта ситуация такая. У меня большая тяжелая камера с большим тяжелым объективом. И иногда мне это делать, тащить его с собой в лоб. И тогда я беру этот фотик. Вот такое решение. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Можете посмотреть. И это Sony GHX60. Это представитель вымирающего племени компактов.